приветствую всех на канале вот такой вот к нам приехал бао джун е 100 вот такая малышка которая по размеру меньше чем smart этот автомобиль к нам попал потому что он в какой-то момент ограничивает мощность и хотим как раз выяснить почему он ограничивает и будем разбираться с этим снаружи машинка очень маленькая внутри она достаточно просторная несмотря на то что сейчас два человека здесь сидит принципе место здесь достаточно миниатюрный багажник и можно даже не выходя с машины что-то с багажника доставать вот такой чисто городской автомобильчик так на автомобиле пробег какой у нас пробег а вот наш пробег 15501 километр интересно если реально есть отслеживание полос или это просто такая такой рисуночек и здесь похоже просто стоит какой-то планшет под камеру место есть или под кнопку короче машина такая неоднозначная в общем в любом случае к нам она приехала с другой проблемой и мы сейчас будем ее тестировать у нас сейчас на остатки 38 процентов и судя по всему непонятно либо действительно 100 километров тогда сколько на 200 метров проезжает этот момент пока не понятен но такая интересная машинка поехали кататься на машине отлично городской автомобиль чик так сейчас у нас мы сейчас можем ехать судя по приборке два тридцать четыре киловатта у нас по разбегу 170 170 миль вольт сейчас 133 нижний элемент проваливается когда поменялся какой на самом деле и у нас уже слабый 12 и у нас уже ограничилась педаль полностью газ пол 9 киловатт она у нас уже в аварии потому что 200 и чем-то и какой самый низкий все ограничивает уже максимум едем 60 км в час и даже не смотря что что действий 9 киловатт ну хотя сейчас на разгоне 270 или будет На разгоне здесь 70 кВт, с 9 кВт, сейчас нужно будет перезагрузить и посмотрим ее, что у нас она опять покажет. Ну все, 160 кВт, вот все. Таки да, осталось на 37%, то есть она 250 кВт проезжает. Шикарный автомобиль. И припарковаться ездя будет на нем. Поперек можно парковаться. Там параллельная парковка. Думаю, грузок шире, чем он нам длиннее. И такое впечатление, что он вокруг оси свое поворачивается. Непривычно ощущать. Сидишь... Сидишь и разворачиваешься вокруг своей... Все, она сразу в варю выпадает. Ну она под 300 милливольт, когда ты начал разгоняться. И все на 12 лимите. Да, 12 элементов. В общем нужно будет снимать батарейку и проверять, что у нас там и что мы можем сделать. Мерить и смотреть можно. Да, мерить будем емкость и смотреть. Потому что вряд ли это сильный разбаланс. Потому что первоначально другой элемент, самый низкий. А этот начинает очень сильно проваливаться. Ну, максимальный сейчас 3,2, грубо говоря. А минимальный падает до 2,8. Вот так. Ну, сильно падает. Только в мою грузку. Отличный вариант для доставщиков, всяких служб доставки. И достаточно юркая машинка, компактная. И с другой стороны сидишь не на самокате, или на велосипеде, или мопеде. А все-таки сидишь в каком-никаком автомобиле. Интересна цена такого автомобиля. И какой у него ресурс и надежность. И вот захотели сравнить Fiat 500 и вот этого микробчика. Fiat 500 сзади выпирает сантиметров, наверное, на 40. А здесь сантиметров 80-90. Несмотря на то, что Fiat 500 очень маленький. Но этот малыш вообще малюсенький. Ну, а для большего понимания размеров этого автомобиля, можно сравнить и со Smart. Но, правда, Baojun немножко выше. За счет этого посадка более прямая. И места в ней, кажется, достаточно много. И капот здесь открывается, похоже, так же, как на Smart. Как полноценный электромобиль, только очень маленького размера. И все есть достаточно компактное. А вот так это чудо выглядит снизу. Мотор с воздушным охлаждением, просто ребристый. Редуктор малюсенький. И привода чуть толще пальца. При этом есть АБС. Миниатюрные тормозные диски. И спереди, и сзади. Даже на ID.4 стоят барабанные тормоза. А здесь уже стоят дисковые. И вот, собственно говоря, наша батарейка. Батарейка у нас 122-вольтовая. 202 Ач, 24,6 кВт. 198 кг весит батарейка. Какая здесь химия, непонятно. Ладно, снимем. Будем смотреть. Достаточно компактная батарейка. Интересно, как они сюда смогли воткнуть в размеры батареи в два раза меньше, чем на Li-Fi. И воткнули сюда 24,6 кВт часа. В общем, что сказать. На удивление, автомобиль очень, на первый взгляд, очень качественно сделан. И, кстати говоря, цена такого автомобиля в порту Китая стоит от 5 тысяч долларов. Очень неплохой вариант. И самое главное, все простое. И здесь, кстати, жидкостного охлаждения нет вообще. Я не вижу ни одного патрубка антифриза. Ребра охлаждения разве какие-то? Да, ребра. Вот здесь единственное, что какой-то вот стоит какие-то патрубки. Что-то все-таки есть. Непонятно, что это. Но куда-то идут. А так все остальные компоненты все на воздушном охлаждении. Миниатюрный блок АБС. В общем, ладно, слишком много слов. Надо снимать батарейку и удивляться, что там батарейки. И вот такое непонятно. Вообще оранжевыми проводами отмечаются высоковольтные кабеля. А здесь почему-то массу одели в оранжевую гофру и оранжевую термоусадку. Немножко отошли они от правил. Но, видимо, что было, то и поставили. Вообще, на автомобиле, на электромобилях, на гибридах оранжевым отмечается только высоковольтная линия. Или же, которая постоянка 400 вольт. Либо же, которая идет переменка от розетки. Но никак не 12 вольтовый, тем более масса. Ладно. В общем, снимаем батарейку. Разбираем и смотрим. Мы знаем, с каким элементом у нас проблема. И будем измерять емкость. Снял защиту, отсоединил провода. И только сейчас обратил внимание, что здесь есть удар по корпусу батареи. Возможно, как раз проблема с этим связана. Из-за чего у нас один элемент потерял в емкости. Но это будет уже видно после того, как снимем батарейку. И здесь еще странно идет. Написано, что чарджер и идет один провод. Видимо, один провод идет здесь, второй провод идет здесь. И тут, может быть, стоять только два контактора. Который один открывать питание плюс чарджера. И второй открывать, размыкать саму батарею. Интересно, какая здесь реализация. Сниму сейчас батарейку и все это будет сразу видно. Так, что у нас здесь за информация? Очень интересная, но ничего не понятно. И, кстати, здесь батарейка литий-ионная, а не литий-железо-фосфатная. Интересно. Открутили крышку. И вот все-таки интересно, как они могли сюда засунуть 24,6 киловатт. Батарейка по размеру меньше лифта, но как минимум в два раза. Вот каким образом на Nissan Leaf ZE0 и AZE0 24 киловатта засунули. И в эту батарейку засунули 24 киловатта. Но сейчас вскроем, посмотрим. Ого! Интересные модули здесь стоят. И на удивление здесь полноценное все. И резистор при чардж есть, реле при чардж. Два контактора на плюс-минус, контактор на чарджер. И, видимо, плюсовой идет отдельно, а минусовой идет по общей шине. Включается во время зарядки два контактора этих. А во время использования автомобиля включаются два этих контактора. Предохранитель стоит. В общем, сделан достаточно красиво и технологично. Неожиданно. На многих китайских автомобилях все гораздо примитивнее. Интересный автомобиль. И модули достаточно красиво сделаны. Потому что бывает такое, что без слез не глянуть. А здесь все сделано по-человечески. Так, ну в общем, теперь нужно будет искать и промерять наше слабое звено. А вот и сами элементы. Да, здесь стоят призматики. Полигоны стоят достаточно большие. И здесь у нас идет и датчик температуры, и заодно балансир. И отслеживать температуру каждой шины. 353, 382, 359, 9, 10, 11, 319. Наверное, в другой стороне. А 302 на каком у нас? Здесь вот. Вот это пока самый слабый. Угу. Это одиннадцатый. Если скрою считать. А у нас показано 12, да? Ну а может быть они отсюда считаются. Не, ну вот крайний. Да, 12 показывался. Ну вот крайний. Пошел это, кстати, что это минус. Ну по идее вот это первый. А давай отсюда померяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это получается 8, 9, 10, 11, 12. Вот этот. Ну разбег большой. А 320, 398. У нас стоят две БМБшки. Одна БМБшка и вторая. И общая БМС. БМБ это то, что отвечает за балансировку из измерения. И они уже шлют сигнал на БМС. Сигнал БМС у нас стоит вот. Подключил на этот модуль по два канала. И сейчас промеряю на них емкость. Сначала идет заряд. А потом будет разряд. И посмотрим, что у нас получится по емкости. По сопротивлению внутреннему у нас 0,45 миллион. А что по емкости? Это увидим чуть позже. Так батарейки еще в процессе зарядки. И уже в них зашло по 86 ампер. Даже 87 ампер. Но элементы здесь 200 амперные. Поэтому здесь еще долго ее заряжать надо будет. А потом столько же долго ее разряжать. Контролирую температуру. Хотя эта температура для них абсолютно незначительная. Вернее ток для того, чтобы поднимать температуру. Но тем не менее. В любом случае надо все делать подконтрольно. Разобрались все таки с элементами. Это у нас литий, железо, фосфат. И уже они почти полностью заряжены. Ток уже пускается. И у нас так как два канала. Поэтому один канал уже зарядился. А второй канал еще работает. А здесь у нас еще ток по 0,7 ампера. И ограничение при до 0,5 ампер будет заряжаться. В общем сейчас все заряжу элементы. И запущу на замер емкости. И тогда мы будем понимать сколько у нас фактическая емкость. Оказывается в Украине можно найти такие элементы. Каждый элемент стоит в районе 5,5-6 тысяч гривен. Поэтому в принципе если нужно будет заменить. То это не будет проблема. Хоть и не дешево. Но проблемы не будет. Поэтому сейчас измеряем емкость. Вернее после заряда измерю емкость. И тогда уже будет понятно нужно ли менять. Либо же нет. Либо же у нас просто он разрядился. А у литий железо фосфата очень тяжело контролировать уровень заряда по напряжению. И возможно просто элемент какой-то сильно высадился. Из-за этого он начал сильно проваливаться по напряжению. В общем возможно и получится эту батарею спасти без каких-либо вложений дополнительных. В общем это все будет ясно чуть-чуть позже. После измерения емкости у нас такая картина. 8185 это 166 ампер час. 9570 165 ампер час. 166 ампер час. 165 ампер час. 45. То есть по сути у нас везде 160. Около 160 ампер час. И это до 3 вольт. Если мы разряжали бы ее до 2,9 то было бы еще больше. То есть по сути у нас до 3 вольт скачало одинаковое количество ампер час. И скорее всего этот автомобиль просто был высаженный. И вследствие чего один элемент ушел в разряд и не дозарядился. Из-за этого потеряна емкость. В общем тогда нужно будет ее ставить на зарядку. Заряжать все элементы до максимума. Поставим на автомобиль и посмотрим как она себя у нас будет вести. Все элементы у нас зарядились. Уже зарядка выключилась. И теперь можно будет подкидывать ее на автомобиль. И смотреть что у нас она покажет. Емкость примерно плюс-минус одинаковая. Есть небольшое отличие. 157, 156, 163. Но не критично. Это что-то около полутора процентов. Не так много. Поэтому по большому. Но это правда заряд. Поэтому по большому счету можно будет подкинуть ее и посмотреть как она себя будет вести. Так и заодно решил сразу проверить внутреннее сопротивление на полностью заряженная батарея. 0,4 миллиома. 0,41 миллиома. 0,43 миллиома. 0,42 миллиома. Везде плюс-минус у нас одинаковая. Взружки хорошо Ispaca. 10,45 миллиона. 11,9 милли birami. 20,45 миллиона. 0,44 милли о���. плюс-минус одинаковые с подкинем ее и посмотрим что у нас будет по по напряжению будет ли она проваливаться или нет она у нас ограничивала мощность 9 киловаттами сейчас посмотрим как сейчас она у нас будет ехать показывает 34 процента заряда но это все из-за того что она не видела сколько ампер час сколько ватт-час мы туда загнали так 33 ампер часа 32 и пока едем пока не выпадает в аварию а тогда она сразу выпадала в ограничение и и рекуперация вот сейчас 2 киловатт часа 33 киловатта короче говоря вроде как все нормально все ведет потому что в тот раз она выпадала в аварию практически сразу и она не позволяла долго ехать с потреблением в 33 киловатта поэтому нужно будет сейчас ее полностью зарядить и посмотрим как она себя будет вести и возможно еще потом сделаем тест драйв и подключим диагностику и посмотрим автомобиль у нас зарядился всего лишь взял 1036 ватт час и она у нас пересчитала теперь у нас состояние заряда 100 процентов теперь подключим диагностику и посмотрим что она у нас покажет по напряжению проедемся и посмотрим не будет ли у нас перекоса ну и тогда уже будем определяться на чем остановиться либо же так и будем выпускать автомобиль либо же будем делать некоторые апгрейд судя по емкости и внутреннему сопротивлению элементов должно быть все в идеале разбежались они очень возможно что просто была разряжена батарейка и какой-то из элементов сильнее провалился не какой-то 12 элемент сильнее провалился и из-за этого была такая проблемка в общем нужно будет проехаться посмотреть и тогда уже будет результат в принципе идут параллельно не проваливаются и меняется минимальный то 12 до 16 до 38 и в ограничение по мощности у нас автомобиль сейчас не выпадает при этом есть легкий разбег по напряжению но абсолютно не критичный по большому счету ничего страшного с батареи не произошло и в принципе автомобиль можно отдавать он будет выкатывать свой пробег но в дальнейшем возможно и нужно будет менять какой-то из элементов пока что не надо и остаточный пробег сейчас показывает 260 километров 259 километров то есть такая маленькая малышка проезжает 250 километров если вам нравится такой контент то подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео до скорых встреч всем мирного неба пока пока интересно стало почему такой маленький бюджетный автомобиль сделан с таким правильным подходом и как казалось что компания sgmw это совместное предприятие таких автогигантов как сайк моторс шанхайского автогиганта дженерал моторс американского автогиганта и вулинк моторс компания которая специализируется в том числе на мини электромобилях и это трио совсем не напоминает гаражный завод дядюшки ляу на в в в Продолжение следует...